всем привет дорогие друзья с вами даша это канал сам солнышко play и сегодня мы заканчиваем нашу серию прохождения демонологиста на сложности medium нам осталась последняя карта это курасава сложность вот я поменяла среднем тушь обычно начинаю с легкой блин каждый раз забываю ее поменять так добавляем предмет осы которые нам могут понадобиться свечку кстати я бы еще одну взяла и термометр да я все хотела термометр потому что с ним намного удобнее искать улики точнее местонахождение призрака окей мы готовы мы поехали мы начинаем а все прогрузились так кстати вот преподавала здесь в общем термометр хотел сказать пульсометр который будет сообщать вам когда мне страшно но на чем вообще на самом деле он немножко корявенько работает потому что я вот проверял мне было довольно страшно он все равно показывал мой стабильный пульс 90 вот ну посмотрим может что-нибудь подскочит и когда не надо так сразу смотрим картины эту вверх окей так не знаю идти сначала по градуснику либо по м.п. что-то мне уже страшно у меня уже мурашки по коже идут бегают ползают так ладно все в порядке еще ничего не произошло я уже все я уже нас засыковала да просто вот это знаешь ощущение что ты один и никто тебе не поможет вообще никто тебя не подстрахует вот она нагнетает наверно больше нежели атмосферы игры так ну давай этот кто-то у нас забыла ими посмотреть то как-то я как-то вечно тоже да не смотрю имена не знаю как обращаться в общем мистеру призраку так начать пока совершаем наш стандартный вот давайте здесь включим там тетя перри опа так подожди ну тут что-то что-то как-то жарко до стола душно это где это все такое было это второй этаж похоже да я пирос просто такой слышал вы опа слушай да походу похоже он наверху на втором этаже потому что там звула да был звук тушение свечи люн здесь дожди он что-то меня путает во первых он какой-то супер активный судьи вы искать и где алло дружище служента было звук затушение свечи здесь свечек нет в общем он где-то либо здесь либо на втором этаже потому что может отдавать со второго этажа видишь здесь по температуре то как бы все окей а если бы не термометра не было я бы даже не поняла что он может быть тут давайте посмотрим здесь потому что ну как будто бы вот он тут шарахается свечки видишь здесь как-то тепло тоже для него о стой 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 15 показывает ну здесь нет мп блин и что-то даже не знаю здесь показывает пятнашку подожди давай спустимся обратно будет интересный молодой человек если это молодой человек ну здесь прям четкая двадцатка вот опять это что такое понял короче он здесь по всей видимости на температура говорит вообще не о том здесь даже близко нет к 15 подожди а чё это он шалит или он тут так ладно давайте попробуем здесь окей хорошо я забью на градусы я забью на градусы мы сейчас сходим возьмем с вами какое-то другое оборудование мы попытаемся найти какие-то еще улики я думаю мы возьмем эктоплазму стекло для эктоплазмы и микрофон тема же отпечатки что-то что это задувается свечки не нравится походу свечки огонь так чего у меня с рассудком 83 но в целом нормально не скажу что прям беда но я думаю еще один заход и надо будет уже либо брать кали крест либо выпивать таблетки я вообще не представляю что меня ждет на сложности на самой высокой мне как бы на средней нормально так слышно здесь ничего думка будто бы наверху чё-то мутит слушай все таки что-то мне кажется что он на втором этаже потому что здесь элементарно а температура не подходит hello hi where are you hello where did you die can you speak can you talk hello hi where are you hi old are you where did you die не говорит так как я еще раз температурку но не может быть здесь на мин 20 нет пойдем наверх счета он меня дурит прям дурит меня дуру из меня хочешь сделать что ли не пьем а так здесь было пятнаха ооо ну все дорогой вот ты попався минусовая а где здесь кстати смотрите эти бляшки я тут не увижу кто плазму какой то здесь кажется что ее и нет так окей ну все видишь когда бывает то что например призрак на втором этаже какие то движение или 0 ну то есть мбк до может реагировать на этаж ниже примеру так что мы возьмем мы возьмем мп так давайте сразу отметим что у нас минусовая Блин, главное, чтобы это был не Ревенант, потому что Ревенант начинает атаку независимо от того, какой у тебя рассудок. Ему в целом наплевать на это. Поэтому не хотелось бы его тут встретить. Мне кажется, он бы уже заговорил. Так, отлично. Нам нужно поставить картину, нам нужно поставить ЕСГЭ, возможно, выпить таблетки. Мы сейчас посмотрим, но я 100% беру крест. Это не обсуждается, ребята. Мне уже страшно. Блин. Карта... Вот я, кстати, думала, что эта карта, она как-то крупнее будет, чем госпиталь. Но в итоге она оказалась прям в разы меньше. Очень жду новую карту. Посмотрим, что там будет. 66% он меня поел. Прям так хорошо поел меня. Единственный вот еще момент, что я сомневаюсь, что я смогу там найти отпечатки пальцев. Ну, потому что там очень плохо... Ну, там, по-моему, нет ничего, на что бы и призрак мог тыкнуть. И вот так пойду. Экстремально без фонаря. Нафиг оно мне надо. Точнее, оно мне надо. Но крест-то важнее. Если убирать темноту или жизнь, я выберу жизнь. Посмотрим. А мы сейчас все это мы включим просто и все. Может, он не будет против? Будет против? Не. Не, рисуй. Вот так. Что-то он вообще не ходит тут. Так, я предлагаю нам принести камеру. Не хочу там сидеть, смотреть за ним. Хе-хе-хе. В общем, решила взять УФ-шку. Хотя бы, но вместо фонаря. Немножечко освещать себе путь. Вот. Может быть, он что-то все-таки тронет. Мы с вами это увидим, но... Вряд ли. Очень сомневаюсь. Так, я камеру поставлю. Да, нормально, нормально. Но тут нечего лапать, понимаешь? Вообще нечего. А он что-то и не ходит. МПшка вообще не работает. Так, ладушки. Давай я похожу здесь. Но он точно не переехал. Это сто процентов. Просто не хочет показываться. Стеснительный молодой человек. Может и женщина. Так, ладно, давай сюда покинем. Так, где? Ой. Не надо брать. Так, ладно, пойдемте попробуем посмотреть на него из машины. Может он стесняется? Меня. Так. Опа! Вот смотри, только отошла, он рисовать начал. Вот ты посмотри. Ну, художник. Ему вот нужно, понимаешь, вот это одиночество. Время. Подумать. Так, отлично. Ревенант, Ханту, Демон, Море. Прекрасно какие. Какие милые ребята у нас собрались. Демон, чтоб вы понимали, не заканчивает охоту, пока он кого-нибудь не убьет или не съест крест. Море, по-моему, супер агрессивный в темноте. У нас там вообще все в темноте. Которые любят поговорить, в отличие от других мини-активные. Вот он неактивный. Если кто-то находится рядом, охотиться не захочет. Тяжело обнаружить. О, МП-5, кстати, у него, возможно, это он. Вот этот Море. Кто у нас там? Ревенант и Ханту. Так, Ханту очень сильно жрет рассудок, кстати говоря. Ну, до 60-ти он не опускал, это было довольно неприятно. И Ревик. А, вот он как раз таки атакует независимо от уровня вашего рассудка. Вот мне кажется, что это не Ревенант, потому что мне кажется, что он бы уже начал атаку. Но это не факт, это не точно. Кто у нас еще? А вот демон, что там у него? Так, их тягах к охоте меньше, чем у других типов призраков. Однако, если вам удастся разозлить, он не остановится, пока не убьет вас. О, боже, боже. Демон не будет охотиться на вас, пока вы не разозлить его. А вот, а как понять, как разозлить? Так, ладно, давайте посмотрим, что у нас по уликам. МП-шка может быть, отпечатки, конечно. ЕСГ нет. Следы этоплазмы. Вот, кстати, я их не видела. И микрофон. Ну вот, не знаю, по микрофону он со мной не болтал. Вообще. Я же с ним нормально разговаривала. Следы этоплазмы там тоже видно не было. То есть, скорее всего, это либо отпечатки рук, либо МП-5. Блин, как же его изловить? Так, блин, свечку, кстати, да, надо отнести. Может быть, ему пару свечей. Давайте одну. Ой. Давайте сначала начнем с одной. Вот если он начнет атаку, блин, 62. Давай. Это и маре, может быть? Как вот их понять там? МП-5. Ну, в общем, надо МП-5 искать. Если МП-5 не будет вообще ни в какую, то это ревенант. Изи. Ну, наверное. не дает а газ ты дает ладно неужели им пышки не будет тогда это ревенант а вдруг это димон а вот это че за звуки были ты лучше нормальную свечку потуши блин как а как димона разозлить интересно дай пятеро о ты ж моя сладенькая спасибо к осень день рождения так это справа картинка на запомнить еще все это мариха вот мы с вами нашли так то справа это чертчик сверху так на всякий пожар ну так вот выходим mp5 отлично вот этому молодцы точно она очень добренькая я говорю до 5 она дала 5 ну не зайка ли а так свечку мы одну поставили она должна затушить ее так катаны тайны картин призрак задует свечу но надо ждать в общем пока задует свечу я предлагаю нам наверное выпить еще таблеточку да я думаю стоит мы сейчас пока с вами разложим кота давайте мы еще вторую свечку а стопа и 2 положил подождь а вот две свечки ей положим чтобы у нее было два у нас было два раза больше шансов на их потушение раскидаем катаны раскидаем картинки и все и отправим этого призрака домой преисподнюю блин вот катана так ладно сейчас свечку поставим вернемся за ней а еду учить за звук так потому что она буянит а я не вижу вот сюда все туши за такая лапочка но не лапочка но не лапочка не прям просишь зайка потуши пожалуйста ну конечно но вообще на самом деле она видим любительница тушить блин а почему я с ней на она что-то мужик смотри-ка она и тут буянило ну он она блин неважно короче призрак буду говорить в призрак призрак так кто это у нас совуша совушку нас кладет сюда ой нет сюда медведь сюда еще две катаны и чет слышание одну не видел пути надеюсь они не у нее у него блин стрём вот здесь часто валяется может в этой комнате да офигеть так близко две катаны желаем так давайте попробуем блин а где же что в туалете не было значит где-то у нее в комнате ладно так он все буянит сейчас зайдем к ней обратно то на хочу делать то ничего не поделаешь вот она надо собрать так это у нас мишка мишка сюда ну и все последний меч сто процентов у нее ну да ладно 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 с богом если чё shift подготовлю сразу будем бежать должны убежать здесь пожалуйста ну все походу у нее ходу у нее наверху да все милая моя я ухожу все хорошо все сейчас разгадаем тайну картин и все так мужик стоит потолок моет окей так а сейчас тетку посмотрю вниз головой все отлично так open the door так давайте черепуня по моему вот так вот был вот это в боковушке вот сюда это так ее дядька в потолок мы все ищем яйцо маску и украшения а вот с этим нам повезло раз замечательно уже два так и все яичко осталось киндер сюрприз она все буянит все буянит а она все смотрите все как просто я предлагаю знаете что сделать я предлагаю может быть дождаться охоты хоть посмотреть как как она выглядит не знаю может быть крестом ее задолбасим давайте попробуем хочется посмотреть смерти в лицо пока к ее мужу разозлить надо любит поговорить написано если кто-то находится рядом охоте не захочет вот оно чего давай я отойду а любит поговорить может она поэтому меня слушалась есть не такая ля 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 как галя потужи свечу пожалуйста солнце мою конечно пирожок мы ну давай давай может ее попросить солнце зайка моя атакуй пожалуйста меня давай давай побегаем с тобой давай давай атака атака манифеста давай поехали побежали давай ты водишь я пошла ну солнышко ну ты так хорошо все дело давай давай поохотимся немножко на меня давай прежде чем ты отойдешь в мир иной да бабуля ёпту мать я не бабулю ждала ну море вот видите мой пульс показывает 90 а 116 все хорошо ладно бабуля но это не бабуля была кто там ну давай давай атакуй давай давай поиграем с тобой побегаем немножечко давай бабуля хотя вдруг она не бабуля вдруг она дедуля или вообще молодая какой-нибудь эйу опять тушат свечки сой давай пойдем атаковать меня давай атаку сики атаку сики что за проказница такая ладно давайте отойдем она ведь она написано что когда с ней рядом находишься она не она начинает охота иначе будем ждать вот тут тут видно зачем я это делаю я не понимаю как вызвать охоту я уже стою 10 минут я вам серьезно город 10 минут стою когда ждешь когда твоя девушка соберется гулять когда ждешь когда твоя девушка соберется гулять в общем будем охотиться нет я не понимаю эй швабра все мы будем что-нибудь не делать алё блин я все больше опять бабка появится о о о я слышала 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 голос фу блин марэ почему ты выглядишь как пал палыч с которого кожу сняли фу блин маруля я думала ты посимпатичней блин ты 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 и шо все и ради этого было столько разговоров ну ё-моё столько мы с вами ждали оно того не стоило ну все пока маруля мы были с тобой близкими друзьями ну а а а а а вот и все прощай ну что ж все мы с вами вообще все выполнили деньги заработали не сдохли так что считаю серия прошла супер удачно. Всем спасибо большое за просмотр. Если хотите поддержать меня, пожалуйста, напишите что-нибудь в комментарии, какие-нибудь ваши пожелания, может быть, что-то интересное. Анекдот напишите, я почитаю. Вот. Обязательно подписчику на канал оформляем. Все. Чтобы не пропустить мои видосики. Всем спасибо за просмотр и до скорых встреч. Дальше будем играть на харде. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok